Сто дней от приказа. Именно столько времени прошло с момента утверждения Наэль Магдеева на должности руководителя исполкома города. От приставки исполняющей обязанности он освободился 16 октября на заседании горсовета. Впрочем, уже сегодня некоторые челнинцы, путаясь, называют его мэром. И этот пост прочт ему многие политики и журналисты. К тому же и рабочий стол у него в том же кабинете, который занимал Василь Шахразиев. Что начато им продолжил в минувшие 100 дней Наэль Магдеев и что уже успел создать сам. Об этом первый материал выпуска. Знакомился с городом, командой бывшего мэра и завершал те проекты, которые начинал Василь Шахразиев. Капитальный ремонт жилья, строительство детсадов и трамвайной ветки. Однако приоритетным направлением для своего пристального внимания новый руководитель назвал ЖКХ. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, как мы выяснили, есть определенные резервы и в управлении жилым фондом и в тарифах. Мною принято решение с 1 января 2015 года не повышать тарифы на жилищные услуги. Кроме того, началась и продолжается ревизия управляющих компаний, директора которых отчитываются в том числе по зарплатам сотрудников и собственным доходам. Также Наилю Магдееву удалось найти решение проблемы дольщиков дома 5802. Объект достроит не Химстрой, а другая компания, внушающая больше доверия. Успел руководитель исполкома и заложить основу серьезной реформы транспортной системы города. Заказан крупный проект в институте транспорта города Санкт-Петербурга с тем, чтобы в 2015 году, в первой половине, мы могли бы еще раз с профессиональной точки зрения оценить и принять уже окончательное решение по организации городских пассажирских перевозок. Необходимо что-то менять с учетом новой трамвайной ветки, желание пустить по городу автобусы большой вместительности. Всего городскому хозяйству необходимо в 2015 году остроить 4 миллиарда рублей, выделенных по федеральным и республиканским программам. Продолжится масштабное строительство жилья и детских садов, капитальный ремонт домов, школ, дорог и подземных переходов. А за архитектурный облик города теперь будет отвечать новый специалист. Город красив, город логично выстроен, поэтому новая команда архитекторов во главе с Идрисовым Алмазом Ахтямовичем приступает к работе, в ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение. Руководитель исполкома уточнил, что замена Ольги Никитиной не связана с оценкой ее профессиональных качеств, просто нужен свежий взгляд на облик города. До этого дня Алмаз Идрисов был главным архитектором Альметьевска, который в последнее время заметно изменился, в лучшую сторону. Также в ходе встречи с Наилем Магдеевым по итогам работы за 100 дней удалось узнать, что не за горами новые отставки и новые назначения в исполкоме. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.